Привет! Ксюша Бэйс снова с вами. Я порылась в интернете и кое-что узнала о дождях и как с помощью них можно не только поесть, но и неплохо заработать. Для начала, что такое дождь? То, что это вода, которая льется с неба, знают даже подписчики ютубных влогов. Откуда же эта вода на небе берется? Испаряется из океанов, морей и рек. Лежишь ты такой на пляже, а море перед тобой испаряется. Если бы не дожди, испарились бы все моря, и на каникулы пришлось бы ехать в деревню бабушки. Прикольное время мы живем. Захотел испугаться, сходил в кино на ужастик, ну или посмотрел его по интернету, а раньше ни кино, ни интернета не было. А вот ужастики были реальные. Возьмем, например, Италию. Двести лет назад. Выходишь ты такой на улицу, и там крики, паника, давка, конец света начался. А, что это? С небом льется кровь. Наверное, там на небе кто-то кого-то ест. Мучает, рвет, режет, убивает. Страшно? Через пару минут я расскажу, что же на самом деле было. А пока про другое. Иногда так бывает, не сказать, чтобы часто, но бывает, что с неба сыплются разные животные. Ты можешь не поверить, но в Аргентине в 2007 году прошел дождь из пауков. Они сыпались на землю и даже на людей прямо с неба. В Испании в том же году прошел лягушачий дождь. Вот бы обрадовались французы, если бы отдыхали там рядом. Вы же знаете, что французы очень любят лягушачьи лапки. В Австралии 40 лет назад прошел креветочный дождь. Жаль, но креветки были сырые. А то можно было бы просто выйти на улицу и открыть рот. В разных странах, как минимум раз в 10 лет, выпадает рыбный дождь. Рыбешка на любой вкус. От селедки до карпа. В Америке в 19 веке прошел дождь и змей. Больших, яновидных, страшных, злых змей. После таких необычных фактов уже никто не удивляется, когда идет дождь из рисовой или беречневой крупы. Хотя представь свои глаза, если бы такой ливень прошел в твоем городе. Но бывает еще круче, когда с неба падают конфеты, шпаргалки по математике, модные джинсы. Нет, деньги. Кэш-мани. С неба валятся серебряные и золотые монеты. Такое было в российской деревне. В 1940 году вместе с водой из неба падали старинные монеты. А теперь раскрываю секрет, откуда это все на небе взялось, чтобы потом оттуда упасть. В древности тоже шли дожди всяких там карасей и крыс. Мудрецы древним людям объясняли так. Молчие животные на небе живут. Сложно в это поверить, особенно когда дело касается денег. А с монетами было так. Недалеко был сильный ураган, который разворошил землю. А под землей был спрятан клад, мешок с деньгами. Ураган мешок порвал, монеты поднял вверх. Поигрался. А потом подумал, зачем мне, урагану, монеты? Ослаб и бросил их вниз вместе с дождем. Примерно так же было со всеми этими креветками, жабами и рыбами. Ураган бушевал над морем, ну или над болотом. Поднимал все, что было в воде, вверх. А потом ураган заканчивался. И все, и лягушки, и вода падали на удивленных людей вниз. А кстати, я же обещала рассказать про кровь с неба. И какая это не кровь. А песок красного цвета из африканской пустыни. Перемешку с водой. Тут тоже ураган поработал. Так что не пугайся. Если вдруг на тебя начнет падать колбаса в упаковке, знай, что где-то недалеко колбасная фабрика попала в ураган. Только прячься, чтобы не получить колбасу и по башке. И да, лучше подписать друга на Ксюшу Бесс, чем на Журавля в небе. Подписывайся сам и подписывай друзей. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok